Каждый год ледовая арена Дворца Спорта Труд, которому в октябре текущего года исполнилось 10 лет, принимает тысячи детей и взрослых. Сюда приходят целыми семьями за здоровым образом жизни. О том, как устроена работа в царстве льда, в следующем материале. Хоккеисты, фигуристы и просто любители катания на коньках всех возрастов ежедневно стремятся в Ледовый дворец. Здесь свои атмосферы и свои правила. Например, температура воздуха строго держится на отметке 12 градусов даже летом, а льда в пределах минус 3-7 градусов. И так уже более 10 лет. За это время ледовое полотно не менялось ни разу, и этим специалисты гордятся. Ведь считается, что с годами лед становится только лучше. Техник по ремонту и обслуживанию спортивного снаряжения ежедневно обтачивает примерно по 20 пар коньков. В выходные его заменяет тренер, ведь процесс этот непрерывен. Нельзя допускать, чтобы юные спортсмены выходили на лед в затупленных коньках. А так вот дети меня задают, на выходные человек у нас уходит. Мне приходится тоже в выходные, как бы в субботу, воскресенье, я занимаюсь этим, точу коньки, чтобы ребятам было, ну, чтобы мы катались постоянно на наточенных коньках, чтобы было меньше травматизма. Все равно, если коньки тупые, не наточенные, можно получить травму. А так, когда коньки сами едут, сами тормозят, то никакой травмы не будет. Но не только коньки здесь должны быть всегда подготовленными. Немногие из тех, кто предпочитает проводить свой досуг на коньках, задумываются о происхождении ровного ледового покрытия. А между тем, гладкий лед – это залог приятного, а главное – безопасного катания. Вообще, подготовка льда – это ежедневный сложный процесс, который требует своего алгоритма и ответственного отношения. Лед – живой организм. На него могут воздействовать не только температура и влажность, но даже музыка. А еще, говорят, он имеет память. Для спортивных ледовых покрытий используются специальные добавки, благодаря которым меняются свойства льда. Могут самостоятельно затягиваться выбоенные трещины. Такому льду необходимо и особенное обслуживание. Любая ледовая арена, она требует тщательного ухода, так как это сложное, очень инженерное сооружение. Но на самом деле, вроде не видно, технические службы, они есть, но они незаметны. Это очень важное отличие от других служб. Если их нет, технические службы, значит, все в порядке. И основная нагрузка на них ложится в вечернее, ночное время. Когда занятий нет, дети, спортсмены дома спят, отдыхают, взрослые тоже. У нас выходят обычно в 11-12 часов ночи, технические бригады готовят лед по умерению необходимости. И к утру уже заканчивается вся подготовка к первым урокам школьным. Лед уже у нас в полном порядке. Обладатель действительно редкой профессии Константин Ловчий работает машинистом ледозаливочной машины уже более четырех лет. Именно благодаря ему и его напарнику можно не сомневаться в гладкости ледяной поверхности, больше похожей на ровное зеркало. Заливка происходит 6-8 раз в день после каждого катания. Нож срезает неровности, щетка убирает снег от бортов, а рот разокидывает его в емкость. После этого полотно полируется водой. Итак, сейчас будем заливать лед, выравнивать немножко холодной водой, устанавливать его на площадку, чтобы ровнее было. И завтра будем с утра уже горячей водой проливаться, чтобы он не трескался, не воплылся. Но даже ежедневного ухода бывает недостаточно. При сильном износе примерно раз в два месяца происходит основательная заливка, которая занимает уже несколько часов. Используется горячая вода, потому что горячая вода проваривает трещины, сколы, износ от тенков и обеспечивает сцепление между следующими слоями воды. От холодной воды получается неровная иногда поверхность. Она может быть с пузырьками и может быть наплывом. После вот этой операции будет работать опять эта заливочная машина. Она будет снимать шероховатости, наплывы и потом заваривать все горячей водой. В Ледовом дворце труд работают настоящие специалисты своего дела. Они с максимальной отдачей выполняют свои функции, оберегая сердце Ледового дворца, чтобы к нему всегда мог прикоснуться каждый желающий.